Аюмов промах. Слепов уходит и посмотрите как пляшут сейчас Юрлова и Виктор Юрлов. Это кадры с чемпионата России по биатлону. Соревнования проходили в марте в Тюмени. В индивидуальной смешанной эстафете Алексей Слепов вместе с Екатериной Юрловой занимает первое место и поднимается на высшую ступеньку педестала почёта. Золотая медаль для нашего земляка стала третьей по счёту. Несколькими днями ранее Слепов финишировал первым в спринте и индивидуальной гонке. Помимо этого в январе Алексей завоевал бронзу на чемпионате Европы. Блестящее начало года. Тем не менее, несмотря на такие успехи, наш биатлонист не попал в восьмёрку лучших стреляющих лыжников, которые будут готовиться к сезону в составе национальной команды. Получается так, что её сформировали до чемпионата России. И когда я показал отличный результат, стал трёхкратным, это уже не повлияло на попадание в эту команду. Тренеры ничего не говорили. Они сказали, что вот состав есть восемь человек, и остальные, кто не попал, тот не попал. Алексей Слепов рассказал подросткам не только о несправедливости в спорте. Чемпион вспомнил свои школьные и студенческие годы. Как тренировался на лыжных трассах в Радужном и Парке Дружба. Сначала занимался исключительно лыжами. В 2011 году впервые взял в руки винтовку. Первый старт, очень был сильный ветер. Я сделал шесть промахов из десяти. И проиграл Мартену Фуркаду 40 секунд бегом. Во второй день уже по снежку я ему 40 секунд привёз. Но потом, конечно, он поехал на Кубок мира, а я поехал домой. За свою спортивную карьеру Слепов заработал немало кубков и медалей. Побеждал и на российских, и на международных соревнованиях. Не раз входил в десятку лучших спортсменов города. Молодёжь – это наше будущее. Кто-то будет спортсменом, кто-то пойдёт в политику, кто-то будет успешным работником. Самое главное – показать им пример, что не нужно заниматься, как сказать, пустыми делами, а нужно уже думать о будущем. Он вдохновил на то, чтобы заниматься спортом. Он сказал то, что у него вообще изначально не супер какие-то успехи были. И, значит, каждый может попробовать себя в спорте. Слепов – интересная личность, если в целом так рассуждать. У него насыщенная жизнь, два высших получил. Как спортсмен – это огромное достижение. Напоследок Алексей рекомендовал школьникам плотно изучать английский, потому что без знаний именно этого иностранного языка спортсменам тяжело. Сейчас у Слепова отпуск, но совсем скоро он приступит к ежедневным тренировкам. Вот только к соревнованиям какого ранга будет готовиться наш земляк, пока это и для него самого – большой вопрос. Никита Каргаев, Алексей Дудин, Артём Горчаков. Шестой канал.